Гостей праздника встречает живая скульптура «Пионер» как символ исторических корней Дома детского творчества и его великих традиций. В 1937 году дворец пионеров и школьников имени Чкалова принял первых воспитанников. Сюда приходят в 6 лет, а уходят в 18. Дети учатся дружить, многие выбирают будущую профессию, а педагоги помогают правильно расставить жизненные приоритеты. Очень много хороших педагогов. Хотелось бы, конечно, отметить Ольгу Николаевну Варенцову. Это педагог, который заседает с нами вместе в совете. Это очень удивительный человек, несмотря на то, что она очень молодая, она очень способная, она нам помогает, она очень креативная. У нее всегда очень много разных идей и затомок, и она вообще замечательная. Приходим туда как домой, там наши друзья, педагоги, они всегда могут нас поддержать. Это не только как учителя наши, но и как родители вторые. Сегодня руководство дворца гордится тем, что с самого дня основания удалось сохранить кружок авиамоделирования. Тогда государство заботилось о том, чтобы с юных лет растить рабочие кадры для нашего промышленного города. Любознательные мальчишки и сейчас с вопросом, как это работает, записываются на занятия посудомоделированию и робототехники. Мы очень гордимся своими детьми. Мы сохранили все традиции дворца, великие традиции. И сегодня мы развиваемся, и сегодня мы стараемся жить ногу со временем. Дети меняются, но вот это вот отношение бережное к детству, к детям, уважительное отношение к людям, понимание, для чего мы существуем, что за нами будущее нашего города, конечно, это в каждом из наших педагогов есть. За верность и преданность дворцу педагогов-ветеранов награждают медалями. Свои подарки на 80-летие и благодарственные письма вручают представители ЗАГС собрания, Министерства культуры и Департамента образования. Хотя подготовка наград поставила их в тупик, так и не придумали, какого диплома или вымпела у Дворца детства еще нет. Оксана Понагушина, Максим Веселов, Объективно, ННТВ. В свете какой-то награды представить...